Мы не будем приводить имя доброй женщины, главной героине этой истории, она пожелала остаться инкогнито, но на тот момент она еще ничего не знала и действовала просто по зову сердца. Так, как и нужно поступать в подобных ситуациях. Уставшая работница магазина вечером заперла дверь заведения и побрела к своей машине на парковке. День выдался неимоверно долгий, тяжелый и безрадостный, на душе было пусто и хотелось только домой, принять душ и спать. Она даже не обратила внимания, не хотела отвлекаться, на тонкий писк со стороны мусорных контейнеров, но внезапно звук прозвучал на высокой ноте и оборвался. Эх, она обязана хотя бы проверить. В коробке возле мусорных баков оказался котенок еще слепой, ладошечный, ужасно грязный. Его лапка имела странный вид и малыш лишь тихо поскуливал, у него больше не осталось сил плакать. Мы не знаем, о чем тогда думала женщина, но в итоге она поехала не домой, а совсем в другую сторону. Ведь лечебницу, где найденышу поставили диагноз, перелом лапы, нагноение в области когтей, истощение. Врач сказал, что котенок не пережил бы холодную ночь в мусорном баке. Да, мы можем его вылечить, ничего экстраординарного тут нет. Или просто оставьте котенка, а мы займемся им он слишком ценный, чтобы проходить мимо такого шанса. Хоть и крошечный, но уже видно, что у него трехцветная раскраска. Калика в западной терминологии, она же лоскутная краска, что примерно соответствует натуральным блондинам среди людей привычное, но все же редкое явление. Но это еще не все, точно не хотите оставить, а хуже оплачивать и счет за лечение. Тогда имейте право знать это кот, самет. В подавляющем большинстве случаев трехцветными бывают кошки, и многие люди свято уверены, что это девчачья особенность. Но примерно раз на несколько тысяч, или даже десятков тысяч случаев случается генетическая аномалия, и рождается трехцветный кот. Речайшая редкость, хотя никакой официальной ценности в нем нет, это даже не порода, плюс он наверняка стерилен от природы. Тут все стало на свои места, и вопросов относительно дальнейшей судьбы страдальца не осталось. Не так важно, откуда он взялся кто-то отверг такую ценность, а она проявила милосердие и удостоилась за это закономерной награды. Страдалец быстро выздоровел и обрел новый дом, а его хозяйка любит рассказывать эту историю, и вспоминать цитату из мультика, случайности не случайны. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.